Девушки отдыхают С сентября по май с 22.00 до 6.00, с июня по август с 23.00 до 6.00. Находиться в ночное время на улице и в общественных местах детям и подросткам разрешается только с родителями, а в случае их отсутствия с усыновителями, опекунами, попечителями, представителями органа опеки или организации, осуществляющие мероприятия с участием несовершеннолетних. За нарушение данного запрета родители и законные представители детей несут административную ответственность по статье 5.35 КОАП РФ. Уважаемые родители и законные представители несовершеннолетних, пожалуйста, обеспечьте пребывание детей и подростков в ночное время по месту их жительства или временного пребывания. Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск. Сегодня» за режиссерским пультом Марии Новгородовой и Екатерина Голикова. У микрофона редактор Сарглана Антонова. Сегодня у нас очередной выпуск просветительского проекта «Доступное право», который создан по инициативе прокуратуры Республики Саха в Якутии. И тема нашей сегодняшней передачи – о правах детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Мы сегодня живем в очень непростое время в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, но другие насущные вопросы и проблемы граждан, конечно же, никуда не уходят и требуют решения. Одной из категорий граждан, требующей особой защиты со стороны государства и органов прокуратуры, являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Дети-сироты, не имеющие положительного опыта семейной жизни, наиболее подвержены риску повторить судьбу своих родителей. Особенно сложный период для таких лиц – это вступление выпускников организаций в самостоятельную жизнь, когда они сталкиваются с решением таких задач, как жилище, поиск работы, организация быта, питание, досуга и, конечно же, взаимодействие с другими людьми. Какие права и социальные гарантии есть у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей? С какими проблемами они могут столкнуться при их реализации? И как защитить их в случае нарушения? Об этом сегодня мы поговорим со старшим прокурором отдела по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних прокуратуры республики, советником юстиции Марии Владимировны Мордовской. Добрый день. Здравствуйте. Дорогие друзья, наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 и 32 11 66. Пожалуйста, если у вас есть вопросы по нашей теме, то, пожалуйста, звоните и принимайте участие в нашей программе. Ну что же, Мария Владимировна, какие права предоставлены детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей? И где они могут о них узнать? Пожалуйста. Спасибо за вопрос. Как вы уже сказали, действительно дети-сироты находятся под особой защитой государства. И в этой связи законодатель предусмотрел дополнительные гарантии для детей-сирот практически во всех сферах. Таких как образование, здравоохранение и жилища. В целом, предоставление дополнительных прав детям-сиротам регламентируется требованиями федерального закона номер 159 ФЗ о дополнительных гарантиях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Скажите, пожалуйста, какие права являются наиболее значимыми и требуют особого внимания? И было бы хорошо, если бы вы привели какие-то примеры? На мой взгляд, наиболее значимыми дополнительными правами, которые предоставляются детям-сиротам, например, в сфере образования это является то, что дети-сироты могут пройти бесплатные подготовительные курсы за счет средств федерального бюджета. Кроме того, у детей-сирот имеется право на льготное поступление в высшее образовательное учреждение в пределах квоты в соответствии с требованиями закона об образовании в Российской Федерации при условии успешной сдачи единого государственного экзамена. Кроме того, у детей-сирот есть право на получение бесплатного среднего профессионального образования. В период обучения дети-сироты находятся на полном государственном обеспечении. Это означает, что дети-сироты в период обучения проживают в интернатах бесплатно, получают пособия на приобретение учебной литературы, на еду, на одежду и так далее. То есть государство полностью обеспечивает детей-сирот в период их обучения в образовательном учреждении. Следует также отметить, что у детей-сирот имеется право на бесплатный проезд на общественном транспорте, а также в период обучения один раз к месту жительства и обратно. После окончания высшего или средне-специального учебного заведения в случае трудоустройства или же сразу же после выпуска из учреждения для детей-сирот из детского дома, дети-сироты получают пособия на приобретение одежды, обуви, постельного белья, мебели в сумме от 90 тысяч до 140 тысяч рублей. Кроме этого, единовременное денежное пособие в сумме 16 тысяч рублей. Данные выплаты, а также те льготы, которые я уже перечислила, они предоставляются не только выпускникам учреждений для детей-сирот, но и детям, которые находились под опекой или воспитывались в приемных семьях. То есть всем лицам, у которых есть соответствующий статус. В сфере здравоохранения дети-сироты имеют право на бесплатную медицинскую помощь, ну как и все граждане Российской Федерации. В том числе высокотехнологичную, проведение диспансеризации, регулярных медицинских осмотров, лечение за пределами Российской Федерации за счет средств федерального бюджета, а также получение путевок в организации отдыха и оздоровления детей. Следует отметить, что в данной сфере в 2021 году по мерам реагирования прокуратуры республики на территории республики было принято постановление правительства республики, регламентирующее порядок компенсации путевок для детей-сирот. Раньше, допустим, на территории республики данный вопрос был не урегулирован. И только вот в 2020 году, в прошлом году, к нам поступило обращение жительницы Среднеколымского района, которая жаловалась на то, что она самостоятельно приобрела путевки для себя и для подопечного ребенка. Но вместе с тем ей везде отказывали, в администрации отказывали, в Министерстве труда отказывали на компенсацию затраченных средств. По результатам проверки, по данному обращению прокуратура Среднеколымского района установила, что есть пробил в законодательстве республиканском. И по проекту представления Среднеколымской прокуратуры мы внесли представление в Министерство труда о том, чтобы данный пробел был исключен. И Министерством труда был в сентябре этого года разработан правовой акт, который регламентирует порядок компенсации путевок детям-сиротам. И, кстати, может, не все об этом знают. Да, то есть раньше централизованно закупались путевки в конкретный лагерь, например, и они предоставлялись детям-сиротам. А опекуны, которые сами приобрели путевки в какой-то другой лагерь или в какой-то санаторий, они не компенсировались. А вот с этого года, с сентября, есть право компенсировать данные путевки. Это очень хороший шаг, мне кажется, со стороны именно и правительства нашей республики, и прокуратуры, которая выступила инициатором такого изменения. Дорогие друзья, напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 322-066, 3211-66. И сегодня мы говорим о правах детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Вы можете позвонить нам в студию и задать свои вопросы. Ну что же, мы продолжаем нашу программу. Можно ли привести какие-то примеры защиты прав детей? Я думаю, что к вам поступает очень много обращений со стороны жителей нашей республики. Так. Ну, да, действительно, вот в этом году проведена колоссальная работа со стороны органов прокуратуры именно по защите жилищных прав детей-сирот. Потому что у нас государство, помимо тех дополнительных гарантий, которые я уже перечислила, также детям-сиротам, которые не обеспечены жилыми помещениями, предоставляются бесплатно жилые помещения. И в этом году органами прокуратуры республики выявлено свыше 800 нарушений законодательства в данной сфере. И в судебном порядке защищены права 404 детей-сирот, из которых 400 удовлетворено, а 4 находятся на рассмотрении. Это заявление прокуроров, да? В качестве примера положительного можно привести пример в Аймеконском районе, например. Прокурор установил, что за одним ребенком из числа детей-сирот по постановлению главы было закреплено жилое помещение, которое было признано аварийным. В случае, допустим, закрепления данного жилого помещения за сиротой, это могло быть препятствием в последующем для получения им квартиры. И прокуратурой Аймеконского района был внесен протест на данное постановление и внесены соответствующие изменения, например. Также можно привести как положительный пример работу Хангаласской прокуратуры, которая по результатам проверки установила трех детей-сирот из одной семьи, которые воспитывались в Махсагаловском детском доме. У них у всех по документам было право на одну третью доли в жилом помещении. Прокуратура, когда проводила проверку, дом был в городе Покровск, и было установлено, что это жилое помещение признано аварийным. Хорошо. Дорогие друзья, сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Сегодня мы говорим о правах детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В твоей жизни все плохо и нет выхода. Тебя терзает одиночество, непонимание близких, отсутствие смысла в жизни, безуспешность, груз вины или болезнь. Ты должен знать, неразрешимых проблем не бывает. Просто ты не ищешь или еще не нашел ее решение. Пока человек жив, он может изменить все. На многие сложные вопросы в жизни могут ответить литература, искусство, религия. Возможно, ситуация не так ужасна, как тебе кажется, и тебе поможет взгляд на нее со стороны. Если не с кем поделиться, позвони по телефону доверия. Чтобы решить проблему, надо поставить перед собой цель, составить план ее достижения и каждый день делать что-то правильное для ее реализации. Кто хочет, тот добьется. Кто ищет, тот найдет. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Я напомню, что сегодня у нас очередной выпуск просветительского проекта «Доступное право», который создан по инициативе прокуратуры Республики Саха в Якутии. И сегодня мы говорим о правах детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Напоминаем, что наша программа выходит на телевизионном и радиоканале НВК Саха одновременно. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 32 11 66. Пожалуйста, если есть у вас вопросы по заданной теме, то, пожалуйста, звоните и принимайте участие в нашей программе. А мы продолжаем беседовать со старшим прокурором отдела по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних прокуратуры нашей Республики, советником юстиции Марии Владимировны Мордовской. Итак, в первой части мы закончили на том, что вы приводили примеры защиты прав наших детей, то есть работа с обращениями. Давайте продолжим. Мы говорили об обращении Хангаласского района. Да, да, да. Я рассказывала про проверку результативную прокуратуру Хангаласского района, которая выявила то, что за тремя детьми-сиротами было закреплено аварийное жилье. При этом старший брат уже достиг 23-летнего возраста и утратил право состоять в данном реестре. По представлению прокуратуры, по двум детям-сиротам документы детский дом направил в Минтруд, сначала в опеку, потом в Министерство труда, для того, чтобы их включили в реестр, нуждающихся в обеспечении жильем. И вот по представлению прокуратуры данная работа была проведена, их право было восстановлено. А вот в интересах старшего брата прокуратура обратилась в суд, получается. И в судебном порядке восстановила его право состоять в данном реестре. И в прошлом году ему уже была предоставлена квартира на территориях Хангаласского района. Или же можно привести пример прокуратуры Амгинского района, которая провела проверку по обращению женщины, невестки, жены-сироты, можно сказать. Она в своем обращении писала о том, что двум братьям-сиротам предоставлена одна квартира. И вот они двумя семьями живут в одной квартире. А по требованиям закона каждому сироте должно быть предоставлено отдельное жилое помещение. Прокурор Амгинского района обратился в суд в интересах данных детей-сирот. И решением суда право их восстановлено. То есть судом было признано действия администрации незаконными, то, что они предоставили одну квартиру вместо двух. И суд обязал администрацию устранить нарушение. Решение суда находится на исполнении. Или можно привести проверку Нюрбинского района, которая вот после того, как квартиру предоставили, органы опеки и муниципалитеты должны предусматривать деньги на ремонт, капитальный ремонт данных помещений на протяжении пяти лет. И прокуратура Нюрбинского района установила, что квартира, которая была из спецжилфонда, пришла в негодность, нуждалась в капитальном ремонте. При этом деньги не выделялись и не были предусмотрены в бюджете. По представлению прокуратуры нарушения не были устранены, в связи с чем прокурор обратился в суд. И в судебном порядке на администрацию была возложена обязанность провести ремонт. И на следующий год было выделено 3 миллиона рублей на ремонт данных жилых помещений. На сегодняшний день заключены договоры со сроком исполнения до конца февраля 2022 года. В Татинском районе тоже имеется многоквартирный дом, который длительное время строился, не достроился, и он предназначался для детей-сирот. Но его так и не достроили, получается. Прокурор также обратился в суд для того, чтобы в местном бюджете предусмотрели деньги для окончания строительства, для того, чтобы достичь эффективного расходования бюджетных средств. То есть дом стоит, но на его завершение требуются деньги, и при этом они не предусмотрены. По решению суда в местном бюджете на следующий год выделено свыше 5 миллионов рублей на завершение данного многоквартирного дома. Что же отрадно слышать, что вот такие примеры, обращения наших граждан в прокуратуру имеют соответствующее решение. Вообще вот по какой причине допускаются такие нарушения? Все-таки есть, наверное, причины, да? Причина в основном это, можно сказать, вот последние два года, да, почему сироты обращаются в органы прокуратуры с жалобами, это не предоставление жилья, которое связано с тем, что недостаточно финансируется обязательство республики, да, на предоставление жилья детям-сиротам. Например, в прошлом году, это в 2020 году, при потребности 1 миллиард 300 было выделено 620 миллионов. В этом году тоже при потребности 1 миллиард 500 было выделено 788 миллионов. Мы вносили представление в правительство, было выделено дополнительно 100 миллионов, которые были направлены в город Якутск и освоены в этом году. Кроме того, правительством был разработан, принят уже закон, который регламентирует предоставление детям-сиротам жилищных сертификатов. То есть, если до принятия этого закона детям-сиротам предоставляется однокомнатная стандартная квартира определенных размеров, то, воспользовавшись правом получить жилищный сертификат, сирота может приобрести квартиру по своему желанию. Например, не однокомнатную, а двухкомнатную или трехкомнатную. Но при этом использовать заемные средства, либо средства мат-капитала, другие средства государственной поддержки. и купить уже в собственность. Если спецжилфонд, он на протяжении пяти лет не может приватизироваться, то данные квартиры, которые он сам покупает по жилищному сертификату, они сразу приобретаются им в собственность. Вот такие вот шаги правительство приняло для того, чтобы как-то решить эти вопросы. И в целом с 2020 года финансирование практически в два раза увеличилось. Если в 2020 году, как я уже сказала, 620 миллионов было, то в 2022 году предусмотрено уже миллиард 300, например, больше, чем в два раза. И обращения поступают в основном, 98% это в сфере обеспечения жильем. При том, что не только то, что не получил квартиру, но некоторые сироты не могут даже встать на учет в реестр. Кстати, вот у меня есть тоже пример из жизненной практики. Вот есть люди, которые, например, сегодня достигли уже 23 лет, но в свое время они просто не были включены в реестр на право получения жилья для сирот. Вот в этом случае что делать, куда обратиться? Вот, например, мои знакомые уже почти 40, а у нее нет жилья. Ну вот да, действительно такая проблема есть. И в последнее время поступает все больше и больше обращений от лиц, которые уже достигли 23 лет, которым 30-35 лет, но они, допустим, не были включены в реестр. В таком случае прокуратура обычно проводит проверку, устанавливает, по какой причине он не был включен в реестр. Вообще порядок такой, что вот у ребенка обязательно должен быть статус сироты. Бывает такое то, что дети воспитываются с 4-5 лет в детском доме, но родители из-за бездействия либо органов опеки, либо учреждений для детей-сирот, они там воспитываются, но родители не лишены родительских прав. То есть судебного решения о том, что он действительно является сиротой, нет. Или, например, вот у нас поступало обращение в прошлом году. В Сунтарском районе девочка-сирота с 5 лет в Сунтарском детском доме воспитывалась. А мать, она больная психоневрологическим заболеванием. Да, заболеванием, она жила в ПНИ, в психоневрологическом интернате всю жизнь. И девочка, по сути, оставшаяся без попечения родителей с 5 лет до 18 лет, она все время была в детском доме. А мать из-за того, что психоневрологический интернат не обратился в суд о признании ее недееспособной, она тоже утратила статус. В таком случае, если есть уважительные причины, прокурор обращается в суд, либо же сам сирота может обратиться в суд для того, чтобы признать причины пропуска сроков уважительными. А есть ли вот какие-то временные ограничения? Вот, например, мои знакомые 40, и как бы еще можно вступить в этот реестр, либо уже нельзя? Ну, нужно смотреть на момент принятия 159-го федерального закона, о котором я говорила во вступлении. В 1996 году, то есть сироте не должно было исполниться 23 лет. То есть до этого действовали требования жилищного кодекса РСФСР, и сироты, которые не встали на учет, они уже, они должны обеспечиваться по жилищному кодексу РСФСР. И если сохраненное жилье, например, пришло в негодность, вот какой совет вы дадите? Если сохраненное жилье пришло в негодность, то ребенок-сирота должен, опекун должен обратиться в органы опеки для того, чтобы опека составила акт о невозможности проживания в данном жилом помещении. На основании этого акта ребенка включают в реестр. И только после этого уже соответственно? Хорошо. Дорогие друзья, впереди вас снова ждет блок рекламы. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Переломный момент в жизни ребенка. Очень важно, чтобы в это время ребенок чувствовал заботу обоих родителей. Конституция РФ и Семейный кодекс РФ предусматривают, что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. За неуплату элементов предусмотрена административная и уголовная ответственность. За злостное уклонение от уплаты элементов может быть назначено уголовное наказание в виде исправительных работ, либо лишение свободы на срок до одного года. За пять месяцев 2021 года в отношении должников, уклоняющихся от исполнения элементных обязательств на содержание несовершеннолетних детей, возбуждено 349 дел об административных правонарушениях. За злостное уклонение от отбывания исправительных работ, в места лишения свободы направлены 25 должников. Не разрушай свое будущее. Не лишай ребенка детства. Заплати элементы. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. И сегодня у нас, напомню, очередной выпуск просветительского проекта «Доступное право», который создан по инициативе прокуратуры Республики Саха в Якутии. Напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 и 32 11 66. Ну что же, дорогие друзья, мы с Марией Владимировной говорили об правах детей-сирот и детей, оставшихся без побечения родителей. И заключительные вопросы. В средствах массовой информации появляются публикации, которые связаны с предоставлением детям-сиротам некачественного жилья. Вот кто в этом виноват? И вообще, что делать в таких случаях? Какой вы совет можете дать нашим телезрителям и радиослушателям? А давайте сперва ответим на вопрос, который поступил. Алло, добрый день, слушаем вас. Ну вот, пять лет тому назад мы получили эту квартиру. Да, говорите, слушаем вас. Мы получили квартиру. И в той поры, там невозможно жить из-за холода в зимнее время. И в течение трёх-четырёх лет мы обращались в прокуратуру, а там они требуют только капитального ремонта. Проводили капитальный ремонт, ремонт, а всё равно там получения нет. Это в каком районе? В доме этого ребёнок ещё инвалид. Несколько раз обращались в прокуратуру, а там оказывается замену квартиры на новую квартиру невозможно. Где вы проживаете? В чём? В каком районе это? В Чуропчинске. В Чуропчинске. Дом не признают аварийным. Как раз таки вот я хотела привести пример на ваш вопрос и сразу как раз ответ на... Вот действительно, факты предоставления качественных квартир, к сожалению, ежегодно выявляются прокурорами. Это в основном это квартиры, которые были предоставлены 5, 6, 7 лет назад. По данным фактам, вот как раз таки в Чуропчинском районе, там вот недели один, недели два, по-моему, вот эти вот адреса, возбуждено уголовное дело. И оно сейчас расследуется. Кроме того, возбуждались уголовные дела в Верхнеколымском районе и в Усть-Майском районе. Они в настоящее время завершены, получается, да? А в Чуропчинском районе... Вот по вашему конкретному вопросу хотелось бы сказать то, что если вина будет установлена в судебном порядке о том, что действительно жилье непригодно для проживания, если оно будет признано аварийным, если это будет подтверждено, виновные действия администрации будут подтверждены в судебном порядке, вы можете взыскать с администрации деньги вот на эту квартиру. А в целом я предлагаю вам еще раз обратиться в прокуратуру. Мы возьмем эту ситуацию на контроль и с прокуратурой Чуропчинского района этот вопрос отработаем. Хорошо. Ну и что вы можете посоветовать вообще детям-сиротам, их опекунам, попечителям? Каким образом им защитить свои права, да? У нас еще один телефонный звонок показывает режиссер. Давайте тоже его примем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ага. У меня к вам такой вопрос. Я бы хотела узнать, дело в том, что дети будут получать квартиру по месту прописки или по всему региону? Ага. Настоящие раньше они получали по месту выявления, то есть где сирота был выявлен, там получали. А на сегодняшний день дети-сирота получают по месту жительства. То есть если он проживает в городе Якутске, он получает квартиру в городе Якутске. Ага. Хорошо. Мы прописаны, например, в Булунском районе, до поселок Декси, но фактически мы проживаем в Кобяйском районе. Ну тогда вам надо будет оттуда в опеку написать заявление, чтобы личное дело передали в Кобяйский район и заявление написать в Кобяях, чтобы вам квартиру предоставили. Нет, мы, например, у нас съемная квартира, но у нас своя, у меня своя квартира там, и мы прописаны по Кистье пока в данный момент. Этот вопрос вам лучше решить с опекой. По месту, где ребенок обучается и где хочет получить квартиру, он квартиру может получить. Это не проблема. Это вот законом предусмотрено уже. Хорошо. Ну и коротко, какой совет вы можете дать детям-сиротам и к нам, родителям? Ну, совет, во-первых, действовать своевременно, да, обращаться за защитой своих прав, если они нарушены. Вот. И сначала обращаться в органы, допустим, министерства, ответственные Минобор, Минтруд, там и так далее, потом в прокуратуру и потом в суд. Хорошо. Дорогие друзья, ну и вторая тема нашей передачи – это информационная безопасность несовершеннолетних. И, конечно же, она актуальна не только для всех несовершеннолетних, всех семей, в которых есть дети, да, но и для молодежи и образовательных учреждений. Стремительное развитие информационных технологий заставило современное поколение детей и подростков столкнуться с принципиально новыми угрозами. Это могут быть жестокость и насилие. С какими именно информационными угрозами сталкиваются наши дети? Что следует знать родителям, чтобы уберечь детей? Что делать и куда обращаться, если ребенок стал жертвой преступления? На эти и другие вопросы мы попросим ответить сегодня прокурора отдела по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних прокуратуры нашей республики, юристом первого класса Варвара Вячеславовна и Трохимовой. Добрый день. Добрый день, уважаемые теле-радиослушатели. Скажите нам, пожалуйста, вообще, что включает в себя понятие информационной безопасности? Коротко. Хорошо. Понятие информационной безопасности вообще закреплено в федеральном законе номер 436 от 29 декабря 2010 года. Под этим понятием подразумевается состояние защищенности, при котором отсутствует и риск, связанный с причинением вреда здоровью, физическому, психическому, духовному и нравственному развитию детей. Каким информационным угрозам подвергаются дети именно на территории нашей республики? Вообще, угрозу нормальному нравственному развитию ребенка может таить в себе переписка с неизвестными лицами в онлайн-пространстве. Сейчас эта ситуация особенно распространена у нас в республике. На протяжении нескольких лет регистрируется рост количества уголовных дел, возбужденных в отношении взрослых лиц, вступивших в переписку с несовершеннолетними лицами, которые обсуждают с ними какие-то сексуальные темы, сопровождающиеся рассылкой изображений порнографического содержания, получением обманным путем фотографий интимного характера. Указанные действия являются преступными и квалифицируются по статье 132 и 135 Уголовного кодекса Российской Федерации. Если взрослое лицо вступает в переписку с лицом от 12 до 16 лет, то его действия квалифицируются по части 2 или 3 ст. 135 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это развратные действия. Либо потерпевший, если не достиг возраста 12 лет, то его действия квалифицируются по пункту Б, ч. 4 ст. 132 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это насильственные действия сексуального характера. Указанные преступления являются тяжкими. Особо тяжким предусматривают наказание от 12 до 20 лет лишения свободы. На территории республики ежегодно становится жертвами таких преступлений более 30 детей. Нередко переписка с неизвестными лицами, которые выдают себя не за тех, кем они являются, становится предпосылкой для совершения более тяжких преступлений. Имеются случаи, когда взрослое лицо встречается со своей жертвой, с малолетним ребенком и совершает изнасилование. К примеру, такие случаи имеют место быть как в Якутске, так и в городе Мирном, в других городах районных республики. Что нужно знать родителям, чтобы не допустить трагедии или совершение преступлений в отношении ребенка? К сожалению, одних только усилий контролирующих надзорных органов недостаточно, чтобы полностью оградить детей от вредной информации. Здесь очень важна роль семьи, родителей и школы. Самое близкое окружение обладает наибольшей возможностью обеспечения информационной безопасности детей. Родители в первую очередь в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом о в основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации несут ответственность за их нравственное, физическое, духовное развитие. В случае ненадлежащего исполнения обязанностей, соответственно, могут быть привлечены к установленным законам ответственности. В свою очередь, тотальный контроль также может навредить ребенку. Может быть агрессия со стороны ребенка. Необходимо с ребенком выстраивать доверительные и дружеские отношения. Интересоваться, с кем он вступает в переписку, кто к нему, например, направляет запросы, чтобы подружиться. Что делаете, куда обращаться, если, например, ребенок стал жертвой преступлений в сети, либо подвергается травле? Очень больной вопрос. Обращаться к учителям, классному руководителю, психологу, социальному педагогу школы, также в органы опеки, в правоохранительные органы, естественно. Есть вообще в Российской Федерации телефон горячей линии, телефон доверия, так называемый, 8800-2122, по которому дети могут позвонить и сообщить о таких фактах. Ну что же, я благодарю гостей нашей программы, которые пришли и действительно рассказали об актуальных проблемах, которые стоят сегодня в нашем обществе. Я напомню, что сегодня у нас был очередной выпуск просветительского проекта «Доступное право», который был создан по инициативе прокуратуры нашей республики. Всего вам самого доброго и пока!